Здравствуйте! Это «Между строк» подкаст о русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. А сегодня мы говорим о Фёдоре Ивановиче Тютчеве и его стихотворении 1839 года «День и ночь». У нас сегодня в гостях в виртуальной студии доцент Тартовского университета, филолог, специалист по Тютчеву Роман Лейбов. Большое спасибо, дорогой Роман Григорьевич, что вы согласились. Спасибо вам. Привет. Да, мы будем говорить о стихотворении, наверное, одном из самых известных у Тютчева, который открывает возможность поговорить вообще обо всём его творчестве и о его натур-философии, даже, так сказать, своеобразной космографии. Но, наверное, начать надо, конечно, с того, что я его прочитаю. Тютчев «День и ночь» На мир таинственной духов, Над этой бездной безымянной Покров наброшен златотканой Высокой волею богов. День сей блистательный покров, День земнородных оживленья, Души болящей исцеленья, Друг человеков и богов. Но меркнет день, Настала ночь, Пришла, И с мира рокового ткань благодатную покрова сорвав, Отбрасывает прочь. И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград Меж ей и нами. Вот отчего нам ночь страшна. Вот. Стихотворение, да, Как я уже сказал, Одно из самых известных, Но при этом в 1839 году, Если я правильно понимаю, Тютчев еще совсем не знаменитый автор. Может быть, мы начнем просто с того, Что скажем, Да кто такой Тютчев в 1939 году, Чем он в это время занимается, Да и, собственно, Какова его позиция в литературном мире До статьи Некрасова «Русские второстепенные поэты», Которая появляется в 1951-м? В 1939 году Тютчев Находится в очень двусмысленном положении. Недавно умерла его первая жена, И вскоре после ее смерти Он женился вторично. Для того, чтобы жениться, Он покинул самовольно место своей службы, Город Турин. Это отвратительные задворки Европы С точки зрения Тютчева. Он съехал со своей новой женой И они обвенчались. Начальство, узнавшее о самовольной отлучке Тютчева, Ну, он просил сначала, чтобы его отпустили, Но его не отпустили. Узнавшее об этом начальство дало понять, Что Тютчеву лучше уйти в отставку. И Тютчев в 1939 году поселяется в Мюнхене. И дальше там живет в непонятном статусе, Потому что даже деньги ему дает, В общем, в основном, жена. Он занимает у нее деньги. Между прочим, по-европейски они живут. Тютчев, статус его как поэта достаточно странен, Но этому сам Тютчев немало способствовал, Потому что уклонялся от статуса поэта. Тем не менее, и на это стоит обратить внимание, Вот мы обычно именно описываем эту историю, Таким образом, есть какие-то публикации, Но до статьи русские второстепенные поэты Не красывать, а Тютчева не знают, Не вспоминают, не помнят и так далее. Это не совсем так. Действительно, в списках русских поэтов, Которые там время от времени возникают В каких-то критических обзорах Тютчева, Обычно не упоминают. Или упоминают где-то вскользь. Но, тем не менее, Тютчев публикуется довольно много. В 30-е годы, в конце 30-х годов. И такой импульс этим публикациям Придает современник журнал, Издаваемый Александром Пушкиным. Там появляется подборка, которая называется «Стихотворение, присланное из Германии». Но на этом дело не заканчивается. Но я не буду сейчас говорить о том, Как Пушкин относился к Тютчеву. Это такая долгая история. Мы не знаем ничего про это. Мы можем что-то придумывать, Но толком ничего не знаем. Существенно для нас, что стихотворение Публикуется без имени автора. Они публикуются под криптонимом Фитат Верда. Это ФТ. Инициалы автора. Но надо сказать, что некоторые стихотворения Из этой подборки публиковались раньше Под именем Тютчева. Поэтому кому нужно, те знали, Что это Тютчев. Читателей не так много. Читателей поэзии еще меньше в это время. Но для нас существенно, Что между 37-м годом, Когда как раз публикует Пушкин В предсмертных номерах современника, Но они все предсмертные, Публикуют Тютчева. И 39-м годом, когда появляется Это стихотворение. Новые стихи Тютчева Появляются в журнале «Современник». А журнал «Современник» После Пушкина введет Его приятель И душеприказчик По журнальной части Плетнев. Вот в плетневском «Современнике» Появляются стихотворения Тютчева более или менее постоянно. Они появляются в 38-м, В 39-м. И, наконец, потом еще немножко Появляются и в 40-м году. Да, и они появляются уже с подписью. Иными словами, «Современник» Не самый популярный журнал в это время, Но, тем не менее, его читают. И где-то на фоне Тютчева существует, Причем он существует Со своими, в общем, Очень сильными текстами. Я перечислю просто те стихи, Которые публикуются В плетневском «Современнике». Некоторые стихи – это «Итальянская вилла», Это «Весна», Это «Не верь, не верь поэту дева», Это «Лебедь», Это «Вечер». Это достаточно сильные тексты. Хотя вот тех самых, Которые нас интересуют, Среди них не очень много. Тех вот, которые касаются Дня и ночи, Космоса и хаоса, И ночной и дневной души человека. К чему я это все рассказываю? Я часто это рассказываю к тому, Что вообще мы не знаем, Когда это стихотворение было написано. Скорее всего, Оно было написано между 1937 годом, Когда Тютчев был в России, И 1939. Хотя могло быть написано и раньше. Абсолютно ничего не понятно. Вообще с датировкой раннего Тютчева Непонятно. Что мы точно знаем? Что в 1936-1937 годах В списках, Которые были у Ивана Гагарина, Тютчевского приятеля, Пытавшегося организовать Публикацию его сборника И, собственно, Участвовавшегося В публикации Современника, Этого стихотворения не было. Скорее всего, Если оно было бы К этому времени уже написано, Оно, наверное, Было бы в гагаринских бумагах. Поэтому точно сказать мы не можем. Как оно попало к Плетневу, Мы не знаем. С этим связан, кстати, Еще один очень занятный сюжет. Может быть, мы к нему Потом обратимся, Когда речь пойдет уже О поэтической мифологии Тютчева И в соотносении С другими поэтами. В общем, короче говоря, Тютчев к этому времени Сложившийся поэт. Основные тексты На интересующую нас тему Уже написаны К этому времени, Хотя не все. И нельзя сказать, Чтобы Тютчев был Абсолютно незаметный, Абсолютно неизвестный поэт. Вообще поэтов не так много. Поэтов в журналах, То есть на которых Обращают внимание В первую очередь, И того меньше. В общем, У него есть Какое-то свое место На русском парнасе Тютчев занимает. Ну, где-то сбоку припеку. Такая пристроечка. Но при этом действительно Вот эта тема Хаоса и космоса Дня и ночи, Она его очевидно Выделяет из этого ряда, Потому что, наверное, Никто кроме него Так много об этом не пишет. Получается, что, Как пишут Михаил Гиршман И Валерий Кромачев В своей статье Об этом стихотворении, Что День и ночь Не только название Отдельного произведения, Цитирую, Это и магистральная тема, И сквозной образ, И один из самых устойчивых Семантических комплексов Всей лирики Тютчева. Действительно, если мы смотрим, То и в стихотворении, Как океан объемлет шар земной, И в стихотворении полдень, И в стихотворении, Как птичка с ранней зарей, Где вдруг возникает Мотив ненависти к дню, Вот эти День и ночь Постоянно появляются. Каким образом Тютчев Вообще приходит К этой оппозиции, И что она для него Означает, помимо До простого наблюдения, Что ночь сменяется Днем, а день – ночью? Это тоже не такой простой вопрос, Как может показаться. Дело в том, что, ну, Для Тютчева, во-первых, Для Тютчева в разных отношениях Почти всегда Характерно мышление Оппозициями, И четкое выделение Этихоппозиции В некоторых текстах Это очень заметно, Которые просто строятся Как бинарные, Как противопоставление Двух вещей. При этом надо заметить, Что об этом Много тоже писали Разные авторы. Об этом когда-то Писал Лев Пумпянский В классической статье О поэзии Тютчева, О лерике Тютчева. Потом об этом Очень хорошо писал Юрий Михайлович Лотман. Пумпянский писал, Что Тютчев не избежал Опасности любого догматизма, Падения в противоположность. Лотман развивает эту идею, Он говорит о том, Что для Тютчева Важны сами оппозиции, Которые не только Могут переосмысливаться, Но неизбежно Переосмысливаться. Для тютчевской системы В целом поэтической Важнее это Бинаристическое мышление, Чем конкретное Высказывание. В конкретном высказывании Мы можем получать Очень яркие оценки. Например, К нашему стихотворению, Если возвращаться, Речь идет о Противопоставлении Дня блаженного, Но ложного. И ночи страшной, Но истиной. Ночи, Которая открывает истину. Да, День – это просто покров Над этой истиной, Которая вдруг перед нами Разверзается. Да, Именно. Слово «покров» Здесь очень важен. Если, Лев, Мы посмотрим на стихотворение, Которое Вы упомянули, Мы увидим, Что там Картинка совершенно меняется. И меняется она В зависимости, собственно, От риторического задания. Она меняется. Давайте на него посмотрим. Стихотворение День и ночь – Это высказывание О, так сказать, Об антологии, О том, Как устроен этот мир И каково место Человека в этом мире. А это стихотворение Это такая хитрая Аллегория. Это эмплематическое Стихотворение. Сначала мы прочитываем Первую часть Как отдельное высказывание. Как птичка раннюю зарей Мир, пробудившись, Встрепенулся, Ах, лишь одной главы моей Сон благодатный Не коснулся. Хоть свежесть Утренняя Веет В моих Склокоченных Влосах, На мне Чую тяготеет Вчерашний Зной, Вчерашний Прах. О, как Пронзительный И дикий, Как ненавистный Для меня Сей шум Движений Говор Крики Молодого Пламенного Дня. О, как Лучи его Багровы, Как жгут Они мои Глаза, О, ночь, Ночь, Где твои Покровы, Твой тихий Сумрак И роса. Мы Один и тот же Человек, Примерно Одним и тем же Языком, Говорит нам Вещи прямо Противоположные. В одном Случае День Являет собой Гармонический Космический Мир, Равновесие Между Человеком И богами, Уравнивающие Человеком И богов Друг Человеков И богов. Ночь Представлена Как хаотическая, Как бурная. На самом деле Эта тема Не очень Проявлена В дне и ночи, Но гораздо сильнее Проявлено Стихотворение О чем ты Воешь ветер ночной, Где ночь Связывается С миром Звуков Звуков Хаотических, Диких, Которые тем не менее Там появляется Слово хаос. Именно. И там Появляется Слово песня. Вот это С одной стороны Дикие звуки, Неистовые звуки, С другой стороны Это песня, И оказывается, Что этой песне Есть смысл Про древний хаос Прародимый. В стихотворении Как птичка Ранее зарей Здесь мы видим Все полностью Перевернутую Картину оценки. У нас есть Противопоставление Дня и ночи. Но день Являет собой Бурный, Хаотический, Избыточный мир, Пламенный мир. А ночь Как раз Вдруг Получает Успокаивающая. Успокаивающая. И слово покров Применяется Не к дню, А к ночи. Да, действительно, Ведь у него вдруг День оказывается Совершенно таким Эскатологическим, Практически Напоминает Например, Стихотворение Тицерон С его тоже Кровавыми Такими Багровыми Оттенками. Причем Смотрите, На самом деле Я говорил о том, Что От риторической Задачи Это зависит. Как вообще У риторических поэтов У Тючева очень много Зависит задача. У этого стихотворения Есть последняя Третья строфа. Мы привыкли к тому, Что у Тючева Две строфы. На самом деле Здесь три строфы. И вот Вся эта картинка Противопоставления Дня и ночи Проснувшегося человека Который 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 Вспоминает Вчерашний день Посредине нынешнего дня И этот нынешний день Ему кажется чужим. Оказывается, Что все это Аллегория. Обломки старых поколений Вы, Пережившие свой век Как ваших жалоб Ваших пений Неправый Праведен Упрек Как грустно Полусонной тенью С изнеможением В кости Навстречу Солнцу И движению За новым Племенем Брести Пишет Тютчев Которому В это время То ли исполнилось То ли Вот-вот Исполнится 30 лет. Тут такой момент Вы сказали Да, о риторичности Тютчева Тут можно вспомнить Например О том, что Ихинбаум Называл его стихи Маленькими речами Построенными Либо на Заключительных Афористических Пуантах Таких, как Вот от чего нам Ночь страшна Либо на приемах Ораторского слова То есть Правильно ли я понимаю Что Сама позиция Риттера Говорящего Что-то такое Сильное От нее зависит Любит Тютчев день Или он его проклинает Счастлив ли он Тому, что В небе тают Облака и лучистые На зное В искрах Катится река Да, как в позднем Его стихотворении Или он Говорит Об ужасающем Багровом дне Считает ли он Что покров Благодатный Предлагает Ночь Или наоборот День Дружит Человеков И богов То есть Что это Зависит Чисто от Риторической А не От какой-то Семантической Задачи Ну Риторическая Задача Это тоже Семантическая Задача Я просто Хочу О чем-то Сейчас Сказать Но я думаю Что тут Все немножко Сложнее Если Риторика Вообще Говоря Такая Адическая Риторика А Тютчев Конечно Наследник Адической Традиции 18 века Не столько Торжественных От Которые Удавались Ему хуже Сколько От Духовных Державенских В первую очередь Переложений Псалмов А также Духовных От Малых Поэтов 18 века Ну И поздним Вообще Поздняя Адической Традиции Это Капнист В первую очередь В значительной Степени Капнист Но не только Это уже Сентименталистская Поэзия Это Михаил Муравьев Если говорить О ночи Кстати сказать То конечно Здесь Михаил Муравьев Как раз Является Таким Автором Вводящим Эту тему В русскую Поэзию Об этом Много писал Владимир Николаевич Топоров В своей Гигантской Минографии О муравьев Там есть Раздел Про Стихотворение О ночи Здесь Но дело Не только В этом Даже В духовной Оде Конечно Поэт Умаляется Перед Предметом Своего Воспевания Настолько Что Лиризм Собственно Говоря Лиризм Состоит В интонационной Окраске И вот В этой Риторическом Напоре Это не совсем Так Мы не можем Связать напрямую Содой Например Примыкающая К этому Циклу К условно Говоря К антологическому Циклу Стихотворение О человеческой Душе И взаимоотношении Души с природой И здесь Мы уже наблюдаем Конечно Ну такое Сложное Взаимодействие Предромантических И романтических Традиций Накладывающихся На Какие-то Другие Пласты Очень часто Ну то Что Лотман Опять же Называл Архаическими Пластами Мифологическими Пластами Скажем Сумерки Тени сизы Смесились Конечно Никак нельзя Связать с этой Риторически Напыщенной Традицией Которая конечно Принадлежит День и ночь Мы видим Что здесь Огромное количество Архаизмов Кстати То же самое Тючев мог Сказать И на другом языке И нам нужно В связи с этим Наверное Вспомнить Позднее стихотворение Ну более позднее Не совсем позднее Стихотворение Написано До 50-го года Ну где-то После возвращения Уже в Россию В 40-е 50-е годы Обратите внимание Что Как переформулируется Та же тема Как ослабляется Риторизм Здесь Как снимается Архаизм Это сопряжено С изменением Размера Четырехстопный ямб Меняется На пятистопный ямб Ну там Он немножко сложнее Чем просто пятистопный ямб Но я не буду Уходить в эти дела Святая ночь На небосклон взошла И день отрадный День любезный Как золотой покров Она свела Покров Накинутый Над бездной И как видение Внешний мир Ушел И человек Как сирота Бездомный Стоит теперь И немощен И гол Лицом к лицу Пред пропастью Темный На самого себя Покинут он Упразднен ум И мысль Осиротела В душе своей Как в бездне Погружен И нет Извне Опоры Непредела И чудится Давно Минувшим сном Ему теперь Все светлое Живое И в чуждом Неразгаданном Ночном Он узнает Наследие Родовое Я хотел поговорить Об этом стихотворении Тоже Потому что Действительно Оно выглядит Как вариация На ту же тему Даже со строфикой И количеством строк Здесь В общем Все За исключением Размера Одинаково Но при этом Действительно Совершенно Меняется Позиция И И Хочется Спросить Что изменилось В это время И в представлении Тютчева О наших Отношениях С космосом Почему получается Что В раннем Старине Ночь нам страшна А в позднем Все-таки Получается Что в эту тайну Можно проникнуть Мы узнаем Что-то родственное С себе В окружившей Нас бездне Вы знаете Я не думаю Что тут есть Значительное развитие Надо заметить Что Ну да Действительно Мы видим Стилистически Эти тексты Очень отличаются Мы видим Что Как бы этот текст Гораздо Более модерный Тут вот Там Тютчев Рифмует По-славянски А здесь Уже по-русски Рифмует Не иенный А ионный Грубо говоря Ну Округляя это дело По отношению К дню и ночи Здесь все-таки Сдвинуты акценты Там две строфы Обозначали И очень четко Обозначали Эту оппозицию Первая строфа День Вторая строфа Ночь Здесь День Задан Только В одной строчке На самом деле Ну в двух строчках Хорошо Точно так же Как в самом начале Дня и ночи Была задана ночь Да То что потом Мы узнаем Что это ночь На мир таинственный Духов Над этой Бездной Безымянной А потом Дальше идет день А здесь Наоборот В начале Уже сразу Задана ночь Святая ночь На небосклон Взошла Потом Немножко Этого дня Который как Золотой покров То есть в очень Свернутом виде Дана апология Дня А зато ночь Развернута Причем Она развернута В основном В психологическом Плане Там мы в самом конце Узнавали Что бездна нам Обнажена Да Своими страхами Мглами А здесь Человек над пропастью Темный Уже стоит В самом Начале В конце Первой Страфы И дальше Подробное Описание Того Что именно С человеком Происходит Ночью Точно так же На самом деле Ночь страшна Это не значит Что мы ее Не понимаем О страшных Песен Сих не пой Про древний Хаос Прародимый Это написано Тогда же Когда день и ночь Вообще Для Тючева Это довольно Характерная вещь Он будет уходить От поэтической Мифологии Несколько архаичной Действительно Его более поздние Тексты Не будут Исключать Антологии Но эта антология Будет сдвинута Ну самый поздний Текст на эту тему Помните Да Это Стихотворение Мотив Гейне Которое Действительно Перепевает Стихотворение Хайне Дер тот Дас Декюленат Из Возвращения Домой Но перепевает Опять же В очень Тючевском виде Там Тючев Полностью Трансформирует Немецкую Метрику Придумывая Что-то такое Квазирусское Вместо немецкой Песни Там у Гейна Песня Вот Княнов Об этом писал Что Тючев Не справился С немецкой Традицией Песни На самом деле Прекрасно справился Он нашел Некоторый русский Эквивалент Но Главное Что он Сдвигает Акценты И Его Опять же Как в стихотворении Про птичку День и ночь Становятся Языком Для описания Жизни Если смерть Есть ночь Если жизнь Есть день Ах Умаял он Пестрый день Меня И сгущается Надо мной тень Косну клонится Голова моя Обессиленный Отдаюсь ему Но все грезится Сквознимую тьму Где-то там Над ней Ясный день Блестит И незримый хор О любви гремит Обратите внимание Что Из тех же элементов Из тех же Это лего Из тех же кубиков Сложен совершенно другой домик При этом Таким кольцовскими Полустишиями При этом практически делается Да-да-да Это кольцовский Пятисложник Вообще По-моему Единственный раз К нему Обращается И при этом Это правильный аналог На самом деле Для геймерских песен Наверное правильный При этом Рифмованный Пятисложник То есть там Затушеван Так немножко Завуалированная Эта кольцовская Интонация При этом Из тех же кубиков Он собирается Совершенно другую картинку Там У нас Выл ветер Ночной Прикрытый Золотым покровом дня Ну или Как сон на море Да Все грезы Насквозь Как волшебника Войм Не слышался Грохот пучины Морской Вот этот Страшный звук Который в нашу душу Пробивается Страшный и невнятный Страшный и невнятный Но понятный Понятный сердцу И родной Не родной А родимый Или родовой Тот хаос Который стучится Сквозь хрупкую оболочку Сна Космоса Дня А здесь все наоборот Здесь покрывающая Тебя темнота Сквозь которую Ты различаешь Светлый хор Духов Который гремит О любви В этом Это удивительно На самом деле Действительно Такая экономность Тютчева И об этом тоже Когда-то писал Пумпианский Прекрасно В отличие от Пушкина Который конечно Несмотря на то Что у него есть Любимые темы Повторяющиеся образы Но Пушкин конечно Поэт экстенсивный Он стремится Развиваться в разных Жанрах Захватывать разные Сюжеты Новые области Тютчев Поэт интенсивный У него есть Некоторый Небольшой набор Инструментов Которые позволяют Достаточно Гибко говорить О мире Это связано Психологически На самом деле Это связано С психологической Непростотой Самого поэта Тютчева Он был Очень непростой человек То есть В этом смысле Наследующий Скорее Лермонтову Чем Пушкину Говорящий На одну Больше на одну Тему Развивающую Какую-то одну Мифологию Ну с Лермонтовым Трудно Потому что Все-таки Очень молодым Умер Не успел ничего Если бы Тютчев Не дай бог Умер В возрасте Лермонтова У нас было бы Очень мало Подлинно Подлинно Тютчевских стихов Мне хочется поговорить Про два Слова В этом стихотворении Первое Понятное дело Это слово Духи Которые Современный читатель Не может не понять Что это духи А не духи Потому что Это такое Опять-таки Архаичное Ударение Кто это такие Как они связаны С богами В этом стихотворении Да Что это за такая То ли Демонология То ли Какие-то там Мыслящие монады Ему Мерещицы Кто такие духи Мир Таинственных духов Это некоторый мир Который Содержит Некоторые Загадки Превосходящее Разумение Человека И Неподвластные Воли богов Как мы понимаем Это Да Это своеобразная Метафизика Истоки Этой метафизики Можно искать В разных местах На самом деле Очень плохо Исследовано Значение Юнга Ну по-русски Говорят Юнг Вообще-то он Янг Эдвард Янг Вопли Они же Плачи Или ночные мысли Или ночные размышления Многократно Переводились В начале века В конце Восемнадцатого Начале Девятнадцатого Веков Самый известный Перевод Алексея Михайловича Кутузова В двух томах Но были и другие переводы И Ну такой Выборочный Беглый взгляд На Юнговские тексты Показывает Что там Очень многие обороты Просто к Тючеву Приходят Из Переводов Юнга Это нужно просто Гораздо тщательно Исследовать Чем сейчас Это исследовано Это абсолютно Забытый текст На самом деле Вы не найдете Его полного Воспроизведения Современного перевода Я вообще Не вижу Так вот Навскидку Я не нашел Современного перевода Янга На русский язык Он был очень актуален Для того времени Я просто еще хотел сказать Что у Тючева Есть стихотворение Где тоже появляются Эти духи С таким ударением Да нет моего К тебе пристрастия Я скрыть не в силах Мать-Земля Духов бесплодных Сладострастия Твой верный сын Не жажду я При этом в этом стихотворении Тоже появляется Такая картина Идиллического дня Но это какие-то Другие, кажется, Духи Совсем не страшные Из ночной бездны Да, да Какие-то другие духи Но тут нужно Более внимательно На самом деле На фразеологию посмотреть На самом деле С этим текстом Связана одна Смешная загадка Вот смотрите Стихотворение Тючева День и ночь Появляется Как мы уже говорили С вами В 1939 году В «Современнике» Это 14 том Цензурное разрешение 23 марта Это стихотворение Которое начинается С строчкой На мир таинственных духов И заканчивается Строчкой Вот от чего нам Ночь страшна А во втором томе Другого журнала Отечественной записки Цензурное разрешение 14 февраля Того же 1939 года Появляется стихотворение Боротынского Его первая строчка «Толпе тревожный день Приветен, но страшна» А его последняя строчка «Обители духов Откроются врата» И это тоже высказывание О дне и ночи И о страхе Причем Это просто идеальная пара Но мы вообще Не можем даже предположить Откуда такое совпадение взялось Может быть Это действительно Просто совпадение Бывают сны просто так Но это идеальная пара Для того чтобы Ну вот для контрастного рассмотрения Тютчева и Боротынского И для того чтобы определить Место Тютчева Вот в поэзии этого времени В координатах поэзии Этого времени Конечно просто идеально На два эти текста посмотреть Тютчев говорит об антологии И о Собственно он говорит О дне и ночи Как о существующих сущностях Причем на самом деле Это не равновеликие сущности Вы помните да Что день Это боги создали Да А ночь действует сама А ночь действует сама И мало того В первой строфе Там где описывается день Там практически нет глаголов Там глаголы Даны только В форме причастия А вторая строчка Там где ночь Там она наполнена глаголами Это такой день Пассивно статичный А ночь активно динамичная И она в общем Независимо от богов Как-то действует А Боротынский совершенно Вот действительно Это прекрасные два Хотите прочитаю Боротынского Боротынского Который Когда мы задумываемся Становится очень конкретным Но для этого нужно задуматься Вообще Боротынский В этом смысле Противоположность Отчего Ода Это текст Который Ну как ты не написал Он воспринимается На едином дыхании Он вот действует Вот прямо сейчас Здесь и сейчас Он максимально развернут А у Боротынского Всегда нужно перечитывать Чтобы понять Что толпа и мы Это не только Не одно и то же А это разные вещи Толпа боится ночи Потому что в ней Она боится Своих же собственных мечтаний А мы А мы боимся дня А мы Да Видение дня А это людские заботы В том числе и самой толпы И самой толпы конечно Ощупай возмущенный мрак Я так уж по-русски прочитаю Не возмущенный А возмущенный Ощупай возмущенный мрак Исчезнет с пустотой Сольется Тебя пугающий призрак И заблуждению чувств Твой ужас Улыбнется Вот такой Тоже типичный Боротынский С такими перефразами С заблуждением чувств Твой перефразами И аллегориями Ужас улыбнется Психологические нюансы Его интересуют Ты боишься темноты Ну протяни руку И ты увидишь Что там ничего нет И сам над своим страхом Засмеешься Дальше О сын фантазии Ты благодатных фей Счастливый баловень И там В заочном мире Веселый семьянин Привычный гость Обитель духов Желанна Это все остальное Мнимость Так сказать Гегелевская Несуществующая Элизий О котором так грезил Боротынский Да О котором так грезил Боротынский Вот в этом смысле Гораздо более современный Поэт Тут хочется Раз уж мы говорили Об архаичности Тютчева Да Вернуться к Истории с Одами Да С его наследованием Атической традицией И поговорить про слово Бездна Да Которое у него появляется Во многих стихотворениях И да Первое конечно Что приходит в голову Что вот этот образ Пылающей бездны Или бездны Которая нам Обнажена Она Да Это реминисценция Из Ломоносовского Вечернего размышления О Божьем Величестве При случае Великого Северного Сияния Лицо свое скрывает день Поля покрыла Влажная ночь Взошла на горы Черна тень Лучи от нас Сохланились прочь Открылась бездна Звезд полна Звездам числа нет Бездни дна Да Ужасно Хочется Возвести Чучевское стихотворение К Ломоносовскому Тем более Что там например Есть и Песчинка Как в морских волнах И тут же вспоминаешь Ритмически Что певучесть Есть в морских волнах Ага Тем более Что вот это слово Земнородное Которое обозначает Да жители земли Смертное Оно тоже У Ломоносова В нескольких ходах Появляется Мы не упомянули Ломоносова Когда мы говорили О наследовании Тютчева XVIII веку Какие у него с ним Как вы думаете Отношения И да вообще Что такое бездна Уже на языке XIX века Об отношениях Тютчева с Ломоносовым Это отдельный разговор А об отношениях С этим текстом Отдельный разговор Это очень сильный Текст Ломоносова На самом деле Ломоносов вообще Очень сильный автор Очень значимый автор Некоторые его оды Более значимы Более менее значимы Но этот текст Он совершенно Отдельно стоит Он стоит отдельно Знаете уже почему Уже потому что Он В противоположность Тому что сам Ломоносов рекомендовал Для русского стиха Он нарушает Правила альтернанса Он нарушает Правила чередования Мужских и женских Окончаний И Среди Текстов XVIII века Таких Знаменитых текстов С нарушением Правила альтернанса В рифменном стихе Просто нету Поэтому вообще Практически всегда Когда мы Вот с таким Стихом Встречаемся У Тютчева Мы имеем дело С какой-то подсветкой С ломоносовской подсветкой Про бездну Я бы тут Скорее Тютчева Рассматривал Как родоначальника А не как Ну Слово понятно Оно встречается Там В разных местах Как правило Для обозначения Именно бездны Не для Обозначения Небесной бездны А для обозначения Скорее Какой-то Этой самой Страшной ямы Ну В общем Бездны страшные На краю Это Не про небеса Но Ломоносов Это про пропасть Да Это про пропасть Но Ломоносов Настолько сильно Задал Именно Эту коннотацию Этот оттенок Значения Что конечно От этого уйти Было трудно Но тем более Что Звездный бездный Рифмуется Отлично И у самого Тютчева Рифмуется И там Как раз Там где оно Рифмуется Вот там Тютчев Выступает Родоначальником Очень важного Этого самого Поэтического мотива И мы плывем Пылающей Пылающей бездной Со всех сторон Окружены Вот это Двойная бездна Сигнатура Тютчева Тут чувствуется В русской поэзии Хотя мы можем Встретить это И у других авторов Тоже Но не в таком Навязчивом В таком красивом виде И Семен Бобрев Писал Страшным И Бурным И Муравьев Писал о ночи Но на новом языке Сумел это сформулировать Уже в 20-е годы Тютчев При том, что это Парадоксально Это новый язык Который одновременно Был языком архаическим Он опознавался Как устаревший Нарочито устаревший Такой Можем ли мы сказать Что Тютчев Это такой классический Архаист Новатор Да, конечно По Тинянову Но Тинянов его Так и рассматривал Для Тинянова Тютчевский фрагмент Это центральная идея Тинянова Состоит в том Что Тютчевский Вот эти тексты Которые мы рассматриваем Это, собственно говоря Такие Обломочки Духовных Ода Которые получают Новую выразительность Потому что, как я говорил Духовная Ода Действует На большом метре Если кинематографически Это описывать Она должна Динамически вовлекать В свою Ну, как любая Ода Динамически вовлекать Читателев В некоторое действие Это как Державинский У Бог сделан Такая вот Настоящая Это то, о чём Бродский Говорил о величии замысла Собственно говоря Вот когда Бродский Пишет длинные тексты Его примерно Это интересует Насколько я понимаю Его интересует Такой драйв Который Тебя хватает И тащит Ну, уже в другой традиции Неводической традиции Там Разные другие вещи Его интересовали А у Тичева Фокус в том Что это всё Ну, как голограммка Это такой маленький осколочек Вернее, много маленьких осколочков Часто противоположных друг к другу Но примерно из одинаковых элементов состоящих И это даёт абсолютно новый эффект Для этого жанра Мы начинаем внимание обращать Не на временное развитие А на пространственное устройство текста Я хочу сказать Что это важная вещь Которую нужно помнить Всем читателям Тичева Что читая каждый отдельный текст Мы получаем только фрагмент Тичева И причём этот фрагмент Если мы вот всего Тичева Пытаемся к этому фрагменту свести Мы можем получить Очень неадекватную картину То, что мы видели сегодня Вот эти сложные переливы И это было связано В значительной степени Действительно с внутренней Принципиальной двойственностью Самого Тичева Которую подчёркивали Очень разные люди И разные люди Близкие к Тичеву Биографически Понимали связь Между этим свойством Лирики Тичева И свойством его души И Жуковский удивлялся Как так? Он плачет над гробом жены А говорят у него Любовь в Мюнхене Ну действительно так было Как так? Он человек религиозный Как бы проповедующий В своих политических взглядах Он держится не только Имперской идеей Но имперской православной идеей При этом церковь не ходит А когда по службе приходится Очень страдает Ну правда по службе Ему приходится На придворных Службах быть Это долго Это очень длинная вещь Как так? Он любит Россию И при этом говорит Гадости такие чудовищные Вроде того, что В России вся история До Петра Это панихида А после Петра Одно уголовное дело Ну у него есть Какие-то отдельные сферы Ну вот как бы Двойного бытия На самом деле У него очень Многообразное бытие Ну человек с двумя семьями Он жил Долгое время На две семьи Собственно говоря У него было две жены Одновременно Если называть вещи Своими именами Законная жена Была одна Другая жена была Денисева Которая Ну считала его Своим мужем Детям давала Фамилию Тютчева Тютчев ничего не мог С этим поделать Ну как-то вот Смирялся Опять же Страшно страдал Там конечно Такая еще Поэтическая симметрия Есть в том Что когда умерла Элена Элеонора Первая жена Он страшно страдал Когда умерла Елена Непонятно как Третья жена Допустим Назовем ее третьей женой Тоже страшно страдал И значит Соединялся с Ирнестиной Все время Но такой человек был Трудно Тютчевым трудно Заниматься Но о нем Интересно говорит Спасибо огромное Мы по-моему Сегодня очень Интересно поговорили Это был подкаст Между строк У нас в студии Был Роман Лиевов Мы говорили о Тютчеве До следующих выпусков Спасибо большое Роман Григорьевич Спасибо, пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому